всем привет друзья с вами никита компания сферокар и мы продолжаем знакомить вас с автомобилями которые выбирают наши клиенты не знаю как вам но мне эта рубрика нравится во первых потому что освежается память до машин очень много показываем последнее время хотя это малая часть того что у нас приходит потому что много машин уже на отправке какие-то машины стоят у нас под офисом которые ждут когда клиенты придут и заберут их самостоятельно мы находимся на стоянке возле гибрид сервиса вот эти машины практически все будут разлетаться по разным городам нашим необъятной нашим необъятной нашей необъятной соответственно и пока дождь стих предлагаю время тянуть а начать а начнем мы с вами с вот такого красавца одного из самых красивых и на мой взгляд самого главного спортивного универсала subaru леворг комплектация gt это у нас в м4 кузов соответственно 16 литров на 170 лошадиных сил очень классная тачка кто не знает это продолжить продолжение легендарной subaru legacy универсал вот который разделилась на два лагеря да кто-то пошел в аутбек те что повыше покомфортнее те что пониже поспортивнее стали леворгами legacy revolution там где расшифровывается название в общем этот красавчик леворг отправляется у нас в москву 2017 года он кстати вышел в миллион двести даже в миллион сто восемьдесят шесть и отправляется москву еще раз пойдем на toyota vl fire это родной брат toyota альфарда самый красивый самый наверное технически полноценный и оснащенные по внутрянке минивэн бизнес-класса семейный минивэн бизнес-класса между прочим это у нас а gh 35 кузов соответственно полноприводная не гибридная версия вот это у нас 2017 год отправляется он в тюмень и во владивостоке обошелся всего лишь один миллион девятьсот девяносто тысяч рублей за самый топовый минивэн это просто подарок я бы даже ценой не назвал пушка пушка дальше у нас 220 краун которые у нас потихонечку рвут топы по продажам хорошо он зашел вообще как только стал проходным наверное уже штучек 50 мы их там привезли точно а за и саж 20 соответственно это гибридная версия с двигателем два с половиной литра и гибридной установкой отправляется эта красотка в благовещенского владивостоке обошлась в 2 миллиона четыреста пятьдесят две тысячи рублей тут хорек у нас в обвесе кстати говоря jr комплектация jr sport это турбовый красавчик два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей он обошелся 2018 года отправляется в благовещенск кто забыл что такое харьер это хедлайнер среди вообще кроссоверов в линейке полноразмерных кроссовера да не компакт типа как honda визель или сейчер самая популярная платформа это конечно же гибридная но вы можете получить обычную двушку либо турбовую двушку на переднем либо на полном приводе вот это у нас полноприводная двушка рядышком стоит обычная двушка зсу 65 белого цвета отправляется он в красноярск 2200 обошелся во владивостоке соответственно это обычная двушка на переднем приводе но несмотря на то что технически тачки отличаются до самое желанное до сих пор остается гибридная платформа по внутрянке по визуалу по обвесам вы можете получить в самой простой версии можете получить и обвесы и кожаный салон и электропривод сидений подогрева и охлаждения все чему японская фантазия привела все можно получить в любой из технических комплектаций пойдемте покажу что в этом классе у нас самая жирная lexus nx 300 практически тот же харек да на платформе раньше на платформе харьера шел lexus rx ну то есть это считалось одной той же машиной сейчас rx стал классом повыше а nx это у нас тот же самый харьер это у нас полноприводная гибридная версия с двигателем два с половиной литра та же самая платформа да что у кроуняк что у гибридных харьков ну и в принципе у гибридных валфайеров с альфардами соответственно тот же самый харек только больше люкса больше примочек визуально больше вот этих фишечек которые подчеркивают статусность хозяина автомобиля соответственно ну и дальше на вкус и цвет как говорится комплектация f-sport 1 из самых топовых отличается решеткой чуть-чуть визуалом да в целом и большую часть на себя этой роли взяла решетка которая у спорта идет сотами а не полосками как у эльки вот кожаный салон полный привод подогревы охлаждения все соответственно есть очень красивый цвет тачка отправляется у нас нас холин между прочим и во владивостоке обошлась знаете сколько один миллион ой 2 миллиона пятьсот двадцать тысяч рублей за восемнадцатый год полный привод гибрид не круто круто пойдем покажу еще кто меня есть а еще у меня есть mazda cx 8 пару дней назад снимали обзор на такую красотку что хочешь сказать удивлен удивлен тачка действительно круто в первую очередь она очень красивая во вторых она ничем не уступает самым популярному кроссоверу дата это хайер по люксу по мотору были у меня вопрос первое время но 22 дизель на сколько там на 200 лошадей 190 либо 200 зависимости от того полный это либо передний привод в общем ребята машин достойного внимания это удлиненная версия cx 5 mazda которая уже давным-давно всем известно кстати говоря выпускается x8 в японии малайзии и в китае по моему для россии она идет под названием cx 9 она еще чуть побольше пошире и подлиннее но для себя японцы взяли такую потому что есть окажется нормы по размерам габаритам которые машина должна влазить короче говоря так что касается этой cx 8 цвет серый нашел быстро отправляется в находку это примерно полтора часа езды это быстро да хотя на новую cx 8 может полтора короче 22 с половиной часа езды от ладивостока миллион семьсот девяносто восемь тысяч рублей обошлась вот эта ласточка 2018 года круто круто я знаю когда подходишь издалека хочешь сказать ли ворк смотрите ли ворк я так никто не говорит уже давно смотрите ли ворк ворк ли ворк никакой это не льворк потому что у нас дрита нету соответственно кто соответственно subaru xv импреза xv так они раньше назывались очень интересная тачка это уже второе поколение получается даже не рестайлинг первого грубо говоря тоже импреза только с повышенным клиренсом здесь измененная подвеска стоит та же самая система симметрикал полный привод от subaru полный привод соответственно бывают версии с двигателем 1.6 как вот это вижу по кузову gt3 бывают двушки еще отличаются фендерами от обычной импрезы чтобы издалека отличить импрезу от xv и обращайте внимание вот на вот эти штуки на фендерах если значит xv и если высокая такая здоровая печа фигел это xv если это какой-нибудь заниженный корч то это просто импреза вот соответственно subaru xv gt3 синий 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 2017 год тюмень 1 миллион триста восемнадцать тысяч рублей классная тачка в общем я бы взял очень ценятся на них рейлинги это тоже важная штука нравится так нашел степ вагон rp2 кузов 2019 год rp2 означает что это полноприводная версия на turbo полторашки rp3 и rp4 кузова они у нас идут в рестайле то есть отличаются оптикой спереди и сзади стоят диоды именно спады получили визуальное обновление в рестайле обычные rp1 и rp2 да то есть полторашки на переднем или полном приводе остались точно такие же как и в 2015 году но тем не менее это один из моих любимых минивэнах у него очень просторный салон у него очень классная технология ваку ваку гейт до ворота которые ворота задняя дверь который распахивается либо наверх либо можно открыть половинку в общем топчик миллион пятьсот двадцать обошелся во владивостоке и отправляется в иркутск соответственно миллион пятьсот двадцать это уже с установленной кнопка глонасс цена вот такая здесь у нас затесался малыш not a power классная технология последовательного гибрида отправляется он в питер миллион девяносто вышел владивостоке кстати говоря в комплектации медалист не моделист как вы любите гать медалист называется комплектация отличается в первую очередь под локотником а все остальное это у nissana как и практически всех моделях nissana это опционально может быть может не быть всякие штуки шмюки кнопки пойдем дальше про нот вы все знаете вот кстати говоря тот степ о котором я вам говорю rp 3 кузов с 2017 года в рестайлинге уже выглядит вот так вот точно так же как и rp 5 гибридные степы которые у нас в обновленном визуале это передний привод полторашка рестайлинг соответственно и так получилось что эту машину мы купили этом феврале и вот она стоит здесь уже там пару неделек ждет пока ее заберет хозяин это вот из той серии машин которые попали в кисарадзу порт от которого отказалась компания перевозчики и сели вот так что все машины которые там у нас оказались уже наконец-то в владивостоке уже давно как бы владивостоке но вот это еще у нас еще не забрали так вот 2 миллиона 20 тысяч рублей обошлась эта машина куплена была потому что в феврале да и отправляется никуда не отправляется владивосток она будет здесь ездить ждет пока хозяин ее заберет но в черном цвете выглядит четко под запылилась немножко сполоснуть обязательно вот здесь у нас еще одна мазда еще одна мазда cx-5 или 8 как определить ваще не знаю у cx-8 сзади большого окошко а у cx-5 маленькая вот и все собачатник морда та же самая у cx-5 идут сетки да у cx-8 идут решетки а и так тачка у нас отправляется в нижний новгород обязательно я узнал недавно что обязательно выиграть нижний новгород потому что когда человеку из новгорода говоришь новгород из нижнего новгорода соответственно говорит из нижнего новгорода поэтому машина отправляется в нижний новгород и обошлась в владивостоке в 2 миллиона 300 тысяч рублей 18 год но я думаю что это топовая самая комплектация потому что у нас тут встречают кожаные сидушки с подогревом электропривода и я вижу отсюда что все вот эти джойстики по стеклоподъемникам мультируль они еще до сих пор в целлофанке так что это просто новая . так друзья раз уж мы с вами общаемся расскажу вам об ограничениях по грузовикам так уж вышло что есть некоторые санкции против россии со стороны японии и нельзя вывести из японии в россии грузовик грузоподъем не грузоподъемностью разрешенной максимальной массой свыше пяти тысяч килограмм соответственно пяти тоники не заходят все что меньше возить можно так что не переживайте отправляйте заявки если грузовики под полняк это в основном идут от пяти до семи лет до соответственно там 16 17 18 еще рано 16 17 и конец 15 ну в общем оставлять заявки по грузовикам еще можно так что не парьтесь под b и под c категорию все залетает пойдем дальше дальше у нас самый красивый на мой взгляд кроссовер компакт кроссовер между прочим но и самый красивый кроссовер тоже toyota chr ngx 50 означает что это полноприводная версия двигателям 1 и 2 литра turbo есть кстати говоря с таким же мотором еще и переднеприводные но их редко берут потому что берут либо полный привод turbo 12 либо берут гибрид 18 на платформе легендарного prius а вот это у нас с очка без диодных полосок на фарах но кстати говоря в такой оптике тоже выглядит довольно симпатично а это кстати не ясочка это джишка просто это у нас не джилет это джишка без диодных фар есть такие тоже комплектации то есть не самая богатая джишка но смотрится в общем достойно обошлась один миллион пятьсот двадцать тысяч рублей и отправляется в магадан вот пожалуйста вам пример грузовика которого можно привести это дюнка 2017 года ну вообще полутора тоника он идет но можно две с половиной тонны в него грузить смело то есть все это делается чтобы чтобы грубо говоря под б категорию и и затащить сюда кд мотор трехлитровый дизельный надежный система common rail я думаю что никому в новинку об этом моторе услышать не будет вот в общем классный грузовик такие же как дюнки есть еще хайсы хайс трак есть той айс в этом же классе возим canter и возим isuzu эльф да и вот такие вот дюнки атласы я вот не помню новые есть нету атласов по моему ни разу не возили но в общем выбор есть друзья всегда так что по грузовикам тоже можете обращаться во владивостоке остается эта красотка трудяшка миллион девятьсот обошлась рам тут смотрите какая красотка цвет винный указано у меня в подсказке это mazda аксела bm5 fs означает что это во первых хэтчбэк на потому что аксела есть в классе седан кузове точнее есть кузове хэтчбэк ну тут мне не разделились то что больше любит мне бы на самом деле больше зашел хэтчбэк короче говоря полторашка передний привод бензин потому что есть полторашка дизель есть передний есть полный привод вот эти тачки бывают на автомате бывают на механике так что будете покупать обязательно уточняйте все параметры у mazda очень сложная вообще модель по кузовам код именно номера кузова там одну буковку потерял или поставил место не какую-нибудь цифру купил дизель тоже не хотелось бы короче говоря в 1 миллион триста обошлась эта тачка и отправляется она в город ростов-на-дону пони прямо отсюда туда так это у нас еще один will fire гибридный полноприводный с двигателем два с половиной литра и гибридной установкой на 105 киловатт два электромотора здесь по одному на каждую ось комплектация src это пред максимальная перед экзекьютив лаунж кстати говоря такие тачки есть еще рой лаунж они называются четырехместные то есть два места спереди потом перегородка идет как лимузине и два огроменных буржуйских кресла сзади и больше ничего в живую сам не сидел в таких тачках но это что-то для очень-очень больших боссов вот в основном все берут вот такие бывают кстати говорю восьмиместные для большой семьи отличный вариант 2 миллиона 800 тысяч рублей обошлась эта красотка 2018 года и поедет она в ванино это тоже не так далеко здесь еще одна у нас cx 5 белый перламутр тоже красотка уже мастерски отличая от x8 по решетке радиатора миллиона 620 обошлась отправляется во владивосток по техничке то же самое что про красную долго задержаться на ней не будем понимать вот кстати говоря это у нас ngx 10 это переднеприводный си и чердвигателем 1 и 2 turbo это у нас с к олэдовская кстати говоря отправляется в благовещенск один миллион двести двадцать тысяч рублей обошлась здесь погнали дальше покажу хайс так дальше у нас идет грузопассажир один из самых любимых один из самых крупных это тойота хайс тр-х 200 это бензиновый автобус с двигателем объемом 2 литра тачка у нас кстати говоря заднеприводная точно такой же можно приобрести на дизельном моторе и можно приобрести на полном приводе на автомате на коробке в общем выбора целая куча также они разделяются у нас по комплектации есть прям конкретно грузовые есть с довольно таки комфортными сидушками до второго ряда с подголовниками со всеми делами с форточками кстати говоря как вот здесь вот эти штуки очень ценится ну сомнительная конечно сомнительного комфорта она придает я бы сказал но тем не менее придает чтобы ваши пассажиры сзади не задохнулись как минимум вот короче говоря тоже выбора много есть высокие крыши есть длинные вот этот у нас уверенный среднячок зато обошелся в владивостоке всего лишь в 2 миллиона двести восемьдесят тысяч рублей это топ цена за настоящего надежного помощника так друзья здесь у нас две красотки 2010 года во-первых это honda freed это один из любимых моих компакт венов то есть это функционально полноразмерный минивэн не полноразмерный но полноценный тем не менее да у него есть три ряда сидений которые которые можно превратить в два в общем кстати говоря есть версии еще и пятиместные есть honda freed spike чуть-чуть измененной формы он вообще идет пятиместный но очень классно раскладывается в практически грузовой фургон в общем тачка классная и стоит всего лишь 800 тысяч рублей отправился в москву и обошлась у нас 906 тысяч рублей это кстати говоря не десятый год а тринадцатый аль 10 где-то тоже есть сейчас мы его найдем зато а ли он точно 2010 nzt 260 это один из самых стабильных как я говорю среднеразмерных седанов тачка которая с 2007 по 2020 практически не менялась было два рестайлинга у них были три линейки моторов до полторашка двушка и 1 и 8 самый популярный это у нас полторашка на переднем приводе кстати говоря на полном бывает только с двигателем 18 обошлась в девятьсот пятьдесят тысяч рублей и отправляется она в город улан-удэ кстати говоря бурятия якутия это рекордсмены по заказам на тридцатые приусы алионы примяхи и toyota виш почему потому что два за эр мотор самые любимые наверное в этом регионе друзья здесь еще два степ вагона очень популярный минивэн я думаю вы сами в этом убедились уже их штук наверное пять на нашей стоянке три из них прошли вот два еще и еще буду значит больше это у нас rp 1 turbo полторашка на переднем приводе в миллион двести пятьдесят обошелся 2017 год отправляется в екатеринбург и рядом стоит еще точно такой же rp 1 тоже turbo полторашка отправляется не так уже далеко отправляется в красноярск и по цене вышел точно также 1 миллион двести пятьдесят тысяч рублей и обе тачки 2017 года так ребята смотрите у нас здесь еще несколько минивэнов это toyota voxie nissan сирена двадцать седьмом кузове и альфа арт двадцатка пока нет еще в списке потому что видимо недавно их только привезли вот так что как только появится расскажем про них следующей серии друзья здесь у нас honda fit gp 6 это полноприводная гибридная версия на 22 киловатта и с двигателем полторашка также кстати говоря их можно привести с мотором 1 и 3 можно взять на полном можно на переднем можно гибрид не гибрид также как и полторашку в общем honda как всегда выбора вот столько вам дает 880 тысяч рублей обошелся этот у нас красавчик и отправляется в иркутск 2018 год так пойдем дальше вот такой вот малыш nissan days 2013 года обошелся в 450 тысяч рублей всего лишь очень классный и очень симпатичный кейкар отправляется в барнаул тоже кстати говоря очень много автомобилей туда возим так здесь у нас nissan x-trail тоже можно сказать самый популярный полноразмерный кроссовер из японии миллион пятьсот обошелся во владивостоке поедет в магадан это полноприводная гибридная версия самая желанная кстати говоря 2015 год сейчас можно привести 2018 год по стоимостью около миллиона шестьсот пятьдесят миллион семьсот сузуки солио 2019 год гибридная версия очень классная коробчонка обошлась в один миллион рублей даже чуть меньше девятьсот восемьдесят восемь отправляется в нерюнгри очень классная тачка в которой я нашел ведро спрятанное под переднюю пассажирскую сидушку это кстати как оказалось вообще фишка для небольших машин suzuki может и больших тоже есть ведро и не замуж там огромное вот ну в общем за свои деньги тачка топ очень внушительных размеров салон у нее и классно при этом при всем трансформируется кстати говоря это версия бандит тоже визуально отличающийся от основной очень тоже желанная многие ее просят это suzuki кроссби он же xb гибридная версия это старшая сестра популярного кейкара suzuki hustler кстати говоря у нее точно также под передней сидушкой спрятано ведро вот пассажирской это прикольный факт о suzuki вообще обо всех вот миллион триста 47 тысяч рублей обошелся во владивостоке и здесь же и остается в владивостоке а вот кстати говоря второй фрит gb 4 это у нас 2010 год полторашка полный привод вот с таким гробиком до или пеналом называют еще боксом roof боксом на крыше пришла тачка кстати говоря для своих целей ну то есть для тех целей под которые я бы купил вот такую машину я бы правда взял free spike до без третьего ряда сидений который раскладывается в груза пассажир практически тоже бы что-то подобное предел на крышу потому что для дальних поездок очень удобно вообще японцы позиционируют ее как машину для тех кто для людей с активным образом жизни вот 800 тысяч рублей обошлась эта машина во владивостоке и отправляется а никуда не пролезть тоже здесь остается здесь у нас corolla универсал она же филдер 164 кузов это значит полторашка на полном приводе 109 лошадиных сил без гибридной установки отправляется в иркутск обошлась во владивостоке 910 тысяч рублей для семнадцатого года это вот такая цена так toyota isis комплектации платана это спортивная так скажем версия да ну с более агрессивным визуалом спортивная версия популярного универсала тире минивена это семиместная тачка очень тоже классно у нее трансформируется салон и за те деньги в которые она здесь обходится она обошлась во владивостоке в девятьсот семьдесят восемь тысяч рублей 2011 года отправляется кстати говоря в красноярск но старт цен за исис и от семисот пятидесяти он нынешнему курсу в общем за свои деньги тачка топ присмотритесь по техничке тот же самый wish на моторе 20 друзья закончим на honda civic fk 7 кузов это новое поколение легендарной кольцевой тачки то есть тачка вообще которая заслужила себе имя в кольцевых гонках это в прошлых еще поколениях на самом деле в японии до сих пор до сих пор ценятся еще те вот старые цивики это у нас новые fk 7 также как как вот этот с хэтчбеком есть еще и версии цивик седан вот я думаю будет полноценный обзор так что много информации по нему вам сейчас рассказывать не буду расскажу лишь что во владивостоке этот красавец обошелся нам в один миллион пятьсот восемь тысяч рублей и отправляется на сахалин а еще он 2018 года и черный это все что написано у меня бумажки в общем друзья сегодня показали вам малую часть того что у нас припасе но на выдачу для клиентов какие-то машины отправляются уже в транспортную компанию какие-то еще под офисом стоят пока клиенты их заберут вы могли заметить что месяц выдался у нас плотненький дай бог это продолжится потому что заявок на самом деле еще очень и очень много поэтому помните что в японии есть выбор для каждого и может где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля